Почему-то мало кто при этом вникает в смысл самого слова «лукоморья». Из него следует, что это побережье моря возле какой-то луки. К примеру, когда упоминают известный заповедник «Самарская лука», то последнее слово никак не ассоциируют с мужским именем, например. Что же это за лука такая? Ответ в общем прост. Это то же самое, что и излучина реки. Излучина, плав, ный, ис, ги, берус, ларики или другого водотока. Участок между двумя смежными точками перегиба его осевой линии. Часто термин «излучины» отождествляется с термином «меандры», но это не всегда правомерно. Излучины рек образуются как при меандрировании, так и по другим причинам – геологическим, геоморфологическим и другим. Если при меандрировании излучины имеют причины образования закономерное плановое развитие русла, то есть процесс меандрирования, то в этом случае термин «излучина» и меандрирование практически идентичны. Если извилистость реки обусловлена обтеканием препятствия, а также во врезанных и адаптированных реках, то излучины реки будут иметь место, а меандры – нет. Таким образом, наши лукоморья есть не что иное, как водоем, образовавшийся в изгибе водотока, или в точке слияния двух водных путей с разных направлений. Всего лишь. И такой. Изгиб мог быть где угодно, и действительно, как от Балтики на западе, так и до Индийского океана на юге. Что-то интуитивно подсказывает, что единый водный путь из таких вот лукоморий на таком направлении когда-то существовал. Имеется много старинных карт, где он даже был изображен. Да и тверской купец Афанасий Никитин не смог бы просто так попасть за три моря в Индию, если бы Волга не имела естественного сообщения с Мировым океаном, как сейчас. Ну а теперь, собственно, перейдем к предмету статьи. Есть в Ивановской области типичный для средней полосы России районный центр с названием Лух. Возможно, это и есть тот самый населенный пункт, Луч, обозначенный на старинной карте, ничего особо примечательного в его описании нет. Стандартный набор исторических фактов о раннем существовании, не выделяющийся из повествований о подобных поселениях. Только его название выдает то, что он когда-то стоял на некой излучине водного пути, или на таком же Лукоморье, ну или Лукоречье. В центре этого поселка угадывается некий несуществующий ныне объект, от которого по лучевой системе уходят в стороны две главных улицы, да, собственно, и прочие улицы уходят таким же образом. С чем это может быть связано? Имеется скупое упоминание о том, что в обведенном месте находятся остатки крепостных валов XIV-XV веков. Неудивительно, все аналогичные населенные пункты в старину возникали возле таких вот укреплений. Ныне там находится парк. Необычным здесь является то, что одноименная река Лух протекает значительно поодаль от этой бывшей крепости, да и вообще от самого населенного пункта. В старину все более-менее крупные населенные пункты всегда находились на водном пути. Без этого их существование было бы невозможным. Сухопутные дороги, конечно же, были, но любые купеческие обозы, да и не только они, на таких дорогах становились легкой добычей грабителей. Все сообщение велось по воде. К слову, река Лух ныне является довольно известной у любителей сплавляться на байдарках. Она проходит через необитаемые леса, обходя почти все рядом стоящие села и деревни, вплоть до впадения в реку Клязьму. Вероятно, ее происхождение является достаточно поздним, примерно как и у Невы. Когда-то, в былые совсем недавние времена, этой реки в том виде не было совсем. Какой-то малоизвестный катаклизм стер с лица земли тот старый лух и изгибающийся водный путь, который через него шел. Остались только старая крепость и две улицы на берегах этой исчезнувшей излучины. Что это был за водный путь? Не исключено, что это было старое русло Волги или даже рукотворный канал. После его исчезновения город-крепость был обречен на упадок, что в общем и произошло. А выходящие на поверхность бывшие притоки этого водного пути пробили себе дорогу в виде современной реки Лух. Но есть у Луха одна малоизвестная страница в истории, в ней жил гениальный для того времени инженер-изобретатель Николай Берандос. Судя по фамилии, он явно не принадлежал к коренным жителям Луха. И действительно, Николай родился в селе Бенардосовке Елисаветкородского уезда Херсонской губернии. Ныне село Мостовое Братского района Николаевской области, в семье с богатыми военными традициями. Его дед, грек по происхождению, один из героев Отечественной войны 1812 года, генерал-майор Пантелеймон Егорович Бенардос. Отец, участник Крымской войны 1853-1856 годов. Полковник в отставке Николай Пантелеймонович Бенардос был женат на дочери лухского помещика Екатерине Васильевне Свешниковой. По материнской линии изобретатель был потомком Демидовых. Дед его, Василий Львович Свешников, был женат на Елизавете Львовне Демидовой. По матери Николая Бенардос, происходит из лухских помещиков, а также из рода известных промышленников Демидовых. Тех самых, которые когда-то осваивали металлургию на Урале. Не случайно, видимо, Николай Бенардос изобрел электродуговую сварку и получил на нее патент. Впрочем, не будем забегать вперед. Личность Николая Бенардоса является довольно неординарной. В 1862 году, по настоянию отца, Николай поступил на факультет Киевского университета Святого Владимира. Во время обучения на врача Бенардос сделал первое свое известное изобретение – зубную пломбу, которую он изготовил из серебра. Первым пациентом молодого изобретателя был его деньщик. Его имя не сохранилось, которого Бенардос избавил от зубной боли с помощью серебряной пуговки, как он ее назвал. В 1866 году Николай оставил и перевелся в Петровскую земледельческую и лесную академию в Москве по отделу сельскохозяйственных наук. Проучившись в академии около трех лет, до 1869 года, он ушел оттуда, целиком посвятив себя изобретательской деятельности. В период обучения в академии Н. Н. Бенардос разработал и опробовал целый ряд изобретений в области усовершенствования различных сельскохозяйственных орудий, так, например. В 1866 году он создал проект плуга с вращающимся отвалом с целью уменьшения до минимума трения между частями плуга и земельным пластом, однако этот проект так и остался на бумаге. Чем-то притягивали Николая Бенардоса «Секреты металлов». Подавляющее большинство известных его изобретений так или иначе связаны с металлами. Случайен ли этот факт? Смотрим дальше. В конце декабря 1867 года для решения ряда хозяйственных вопросов Николай Бенардос побывал в родовом поместье матери, которое находилось в городке Лух Юрьевицкого уезда Костромской губернии. С тех пор он неоднократно приезжал в этот заштатный город. В одной из таких посещений Бенардос познакомился с Анной Алексеевной Лебедевой, дочерью хозяина Лухского постоялого двора, и в 1868 году женился на ней. Бенардос решил осесть в этих краях. В 12 верстах от села, на перешедшем к нему от матери лесном участке, он выстроил помещичью усадьбу, привольное. При усадьбе были двухэтажный дом, построенный в турецко-японском стиле, с фонтаном, пагодами и даже пятисаженной пирамидой. Большой фруктовый сад и оранжерея, а также хорошо оборудованные слесарные, механические, деревообделочные мастерские и кузница. Поначалу Бенардос собирался заняться хозяйственной деятельностью по всем предписаниям, усвоенной в Академии агрономической науки. Однако, имея большую тягу к изобретательству, каждую свободную минуту проводил в механической мастерской. Он сконструировал, а затем соорудил собственными руками несколько оригинальных сельскохозяйственных орудий. Потом поставил изобретательство на поток. Информации об этом периоде жизни Николая Бенардоса имеется крайне мало. Кроме воспоминаний различных людей, знавших его или слышавших что-то о нем, в свободном доступе ничего нет. В особенности фотографий, или хотя бы рисунков той самой знаменитой усадьбы. Даже в фондах местного краеведческого музея. Это несмотря на то, что усадьба в общем была немалой, и фотодело уже вовсю в то время применялось. Это очень примечательный факт. Есть еще один интересный письменный источник, наконец-то оказавшись полностью предоставленным самому себе. Именно в Лухе Николай принялся за изобретательство всерьез. Для начала он спроектировал такую усадьбу в турецко-японском стиле с фонтаном, пагодами и даже пятисаженной пирамидой, что поглазеть на новое чудо съезжались не только ближайшие соседи, но и целые экскурсии из Кинишмы, Юрьевца, из Шуи. Праздные зеваки не мешали изобретателю. И ко второму году проживание в имении Привольное Николай Николаевич изобрел особую воловью упряжь. Для проведения эксперимента из Херсонской губернии были выписаны три вола шпалорельс. Усовершенствованные сейлки, бороны и жатки, а также десятки модификаций замков, подъемников, патронов, пуль и мин. Кстати, именно Николай Николаевич, этот мирный вроде бы человек, придумал любимую пулю мафиози и спецназовцев со смещенным центром. И менее привольное, благодаря многочисленным усовершенствованиям, инновациям, например, безотвального земледелия давало Бенардосу хорошую прибыль. Но практически все деньги изобретатель пускал либо на техническое обеспечение своих исследований, либо на устройство жизни окрестных крестьян. Он построил и содержал для них не только бесплатную школу, аптеку и библиотеку, но и самолично изобретенную механическую прачечную. Впрочем, лухскую предтечу стиральной машины крестьянки по достоинству не оценили и ходили туда только для того, что потрафить доброму барину. Что интересно, молодая жена Бенардоса, дочь хозяина лухского постоялого двора, тоже не очень одобряла увлечение своего мужа. Один из крупных семейных конфликтов произошел после того, как Николай Николаевич одолжил у своего тестя четверку ломовых лошадей и запряг их в опытную модель своего снаряда для перевозки дров. Конструкция при движении так сильно громыхала дровами, что распугала несчастных животных, они понеслись. И упали с обрыва в речку Лух в районе городского парка. При демонстрации присутствовало все лухское общество. И после этого жена не разговаривала с изобретателем несколько месяцев. Интересно, что такое турецко-японский стиль в архитектуре. Чтобы идентифицировать тождественность такого стиля, надо как минимум побывать в этих странах. Особенно радует пятисаженная пирамида. Ее высота в пересчете была не менее 10 метров. Для какой цели изобретатель ее построил, а главное, где он нашел столько средств для подобного строительства в принципе. Как известно почти из всех прочих источников, изобретатель тратил на свое дело почти все имеющиеся средства, из-за чего он даже не мог сам запатентовать свои изобретения. Вкупе с тем, что от этой усадьбы не осталось совсем никаких следов, возникает резонный вопрос, а была ли она вообще. Но судя по тому, что о ней упоминает даже краеведческий музей, она была. Только по неизвестным обстоятельствам от нее не осталось даже камня на камне, и место ее нахождения давно заросло лесом. Несколько лет назад, судя по информации местных СМИ, туда прорубили просеку и поставили памятный камень с надписью. И это все, что смогли сделать. В ходе восстания, помимо дели, возникло еще два пункта концентрации повстанческих. Армий, Канпур и столица Ауда, Лакхнау. В этих трех очагах появились самостоятельные правительства. В деле наряду с правительством Бахадур-Шаха Ай-Ай был создан из сипаев и горожан Высший административный совет. Руководство делийскими войсками взял на себя его член Бахт-Хан. В деле Лакхнау правительством, созданным из прежней придворной знати, не удалось организовать управление, возникли раздоры среди повстанцев. Несколько лучше обстояли дела в Канпуре. Здесь были приняты меры к организации аппарата управления и обеспечения снабжения войск и населения продовольствием. Восстание характеризовалось крайней жестокостью восставших к своим противникам, в том числе мирным жителям, семьям британских военнослужащих, чиновников. В большинстве захваченных городов и военных поселений почти все британское население было полностью истреблено мятежниками, независимо от пола и возраста. Убивали также военнопленных и раненых. Бахадур-Шах был последним правителем Индии от империи Великих Моголов. Именно он возглавил восстание Сипаев. Оно длилось несколько лет. Конкретно в Лухнове осажденный гарнизон англичан держал оборону в некой резиденции достаточно продолжительное время, пока его не освободили подоспевшие воинские формирования. Эти события. Позже описывали многие писатели, даже Фридрих Энгельс посвятил ей один из своих трудов. История эта интересная, но мы сейчас не об этом. Что за странная пирамида изображена на рисунке того города, а главное, почему Лух и Лухнов имеют почти одинаковые названия. Собственно, рубль и рупия тоже почти одинаковые названия. И таких названий в Индии и России, на удивление, очень много. Топонимы Инд, Пур и Ганг на русском севере идут от Мурманска до самой Чукотки. Очевидно, и Лух, и Лухнов когда-то были в единой политической и экономической зоне, и объединяло их то самое Лукоморье, или Единый водный путь от Балтики до Ганга. С его исчезновением этой единой зоны, по понятным причинам, не стало. А наверное, когда этот водный путь был, Лух в России выглядел примерно так, только может быть без гор, и плавали по нему такие вот корабли. Признаюсь честно, до этого фото, подобные корабли, видел только на рисунках. И как они управлялись, мог предполагать только в достаточно бредовых идеях, описанных здесь. Но, как оказалось, идеи оказались не совсем бредовыми, о чем свидетельствуют обведенные ряды Кэптон Офф. Аурядник, или Кэптон как корабельный чин. И по совместительству технический работник по этому ряду находился в это время где-нибудь в каютах. Но вернемся в российский Лух от 19 века. Почему вдруг Николай Бенардос начинает строить в российском Лухе копию индийского Лухнова? Там было как раз то, что и упоминалось в источниках. Даже оранжерея, как ни странно, в Индии.